Главной новостью о Навальном стала жена Навального. И она действительно стала для очень многих людей открытием, потому что выяснилось, что это очаровательная, умная, блестящая, пишущая женщина, которая, может быть, даже в большей степени Навальный, чем сам Навальный. Потому что так достойно ответить Рошалю, Мясникову, всем, кто изображает до сих пор, кто продолжает играть комедию неопределенности, а кто же, собственно говоря, отравил Навального, она ответила необыкновенно, точно, мощно, хлестко и очень строго. И вот тут пришел вопрос, а почему ответом на случившееся в Омске, ответом на отравление не стало некое массовое движение, хотя бы приблизительно подобное тому, что произошло в Хабаровске, который до сих пор не принимает Дегтярева, который до сих пор выходит на улицу, который до сих пор демонстрирует массовую непреклонность, почему не пошли за Навального, когда в отношении его было допущено уже просто прямое, наглое и очень тупое насилие. Я могу объяснить, почему. Потому что на самом деле людей ведь объединяет не любовь, объединяет ненависть. И фигура отравленного, обиженного, репрессированного – это всегда только предлог. Вот чтобы сломать это социальное табу, табу на выход, табу на протест, нужна штука посильнее так называемой любви, нужна ненависть. И ненависть действительно... Александр Ильич, простите, по поводу ненависти, вот мудрая Екатерина Михайловна Шульман объясняла, например, выход и не выход, как один из вариантов объяснения тем, что когда есть конкретное требование, с которым люди могут выйти, с тем же Навальным, которого всего лишь хотели посадить в тюрьму по делу Киров-Леса, люди вышли мгновенно, массово и в таком количестве, что Навального с помощью очень хитрой юридической козюлины пришлось выпустить, когда он уже стоял с вещами практически. В случае с человеком, лежащим в коме, очень трудно потребовать чего-то. Ну, во-первых, можно... Когда требовать... Нужно было отправить в Германию, тогда требовали. А сейчас что? Ну, во-первых, требовали не массово. Во-вторых, эта история с Киров-Лесом на самом деле решилась далеко не массами, а совсем другим... Но эти массы были. ...совсем другим рычагом. Но мы говорим не о том далеком уже от нас времени, мы говорим о 2021-м годе, когда все радикальным образом опять изменилось, где люди стали гораздо выше... Пока 20-й. Стойте, Александр Глебович. Совершенно верно, да. Но, кстати говоря, было предложение уже сейчас начать праздновать Новый год и вносить елки, потому что еще неизвестно, доживем или нет. А, в общем, поскольку дело такое симпатичное, то, может быть, имеет смысл это сделать в ближайшие дни.